Он готов представить информацию о результатах проведенной работы управлением, состоянии дел в области рыболовства и сохранении водных биологических ресурсов Таймыра. В настоящее время он, можно сказать, своими руками все это пощупал и готов краткую информацию дать. Спасибо за внимание. Да, спасибо, Евгений Владимирович. Коллеги, Евгений Владимирович предлагает послушать специалистов. Я думаю, что вполне предложение разумное, которому нужно прислушаться. Андрею Юрьевич, вы сейчас готовы представить информацию? Так, а как нам поступить с микрофоном, чтобы удобнее было Андрею Юрьевичу? Ну, давайте попробуем так. Я бы предложил какой-то микрофон организовать по возможности. Могу свой даже уступить. Павел Леонидович, вот наш коллега даст возможность. Так и лучше видно будет и слышно. Добрый день, уважаемые земляки. Добрый день, гости Таймыра. Ну, вкратце доложу, что 1 июня мы оперативно прибыли с группой научных сотрудников на Таймыр в город Норильск. Первым были отработаны река Амбарная, Талдыкан и озеро Пясино. Это иловые заборы проб, вода и отлов рыбы в озере Пясино на нефтепродукты наличия. 10 июля была организована более глобальная экспедиция по реке Пясино до Карского моря. Сейчас, в данный момент, не могу сказать им о объемах ущерба, потому что все подсчитывается. Это не так быстро и просто сделать. Но скажу одно, что нефтепродукты в Карском море мы обнаружили. То есть нефть дошла до Карского моря. Это значит, что у нас поражение идет полностью в озеро Пясино, река Пясино с падением в Карское море. Это вкратце по ситуации. А по восстановлению рыбных ресурсов какая-то у вас сейчас есть? По восстановлению озера Пясино в данный момент, как таковое, оно являлось нерестовым. В данный момент оно просто мертвое. Фитозооплантон, который должен питаться малек после вылупления из икры, он отсутствует. Поэтому, если сейчас разговаривать по поводу того, что выпускать малька в озеро Пясино, ну это просто мы выпустим, он погибнет. Если выпускать, то хотя бы более-менее начинаются живые организмы. Это в озере, в реке Пясино, где-то за впадением уже больших боковых водоемов, которые впадают, где брались фоновые заборы, где показывают наличие питания для малька. Понятная вещь.